Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Сегодня я нахожусь на берегу Средиземного моря в районе Кесари. Здесь был огромный римский порт, который тянулся на много миль. Он был построен еще во времена Греческой империи и расцвел во времена империи римской. А прямо за мной вы видите нечто интересное. Мы никогда не снимали здесь. Это две статуи без голов. Они представляют двух мужчин, которые сидят на престолах. Обратите внимание на то, что у них нет голов, и мы не можем сказать, кем именно они были. Я хочу задать вам вопрос. Никто не думал, что западная часть римской империи падет? Они думали, что она будет существовать вечно, тысячи лет. Когда Иероним был в Вифлееме, переводил Библию с греческого на латынь и услышал новости о том, что западная империя пала, он заплакал. Потому что никто не верил в то, что это невероятная империя, которая в свое время правила всем миром, обладала величайшей армией, получала прибыль от налогов из всех земель. С политиками, сенаторами и императорами в итоге падет. Я хочу спросить вас, какова вероятность того, что Господь, правда, я так не считаю, решит отложить свое пришествие на 200-300 лет? Если бы он сделал это, то, приехав в Вашингтон, мы могли бы увидеть руины Капитолия. Люди рассказывали бы о Белом доме, где правил человек, которого звали президентом. Я хочу сказать так. Америка настолько связана с Древней Римской империей, что мне кажется, что мы можем пойти тем же путем, что и Древняя Римская империя. Чтобы понять это, давайте вернемся к истории. В библейских пророчествах мы видим, что в книге Даниила, царю Навуходоносоро, приснился сон о металлической статуе. Голова ее была из золота, грудь и руки из серебра, бедра из меди, ноги и железа. А сами ступни и пальцы ног состояли из смеси железа и глины. Время прошло, и мы прекрасно знаем, кого представляли эти империи. Золотая голова — это Вавилон. После Вавилонской империи пришли медиане и персы. Их отождествляют две руки. После медианы персов пришли греки. Их представляют медные бедра. Интересно, что две ноги сделаны из железа. Рим был империей, которая использовала железо для производства оружия, мечей и колесниц. Империя железа. Но обратите внимание вот на что. Ноги было две. Римская империя в итоге разделилась. Константин выбрал Константинополь, который сейчас находится в Турции, и построил на семи холмах копию Рима. Рим представлял одну ногу, а Константинополь — вторую. Римская империя разделилась на западную и восточную. Я буду часто прыгать в этом учении. Не ждите идеальных переходов, потому что я буду вставлять много фактов. Обратите внимание на то, что Римская империя была разделена на западную и восточную. Если посмотреть на то, как в культурном, духовном и религиозном плане разделены США, то вы увидите серьезную разницу между тем, что происходит на восточном побережье США и на западном. Идеи, мораль, убеждения. Юго-восточная часть Америки — это место, где сильны позиции верующих. Конечно, не все там христиане, не все ходят в церковь, но мой округ, округ Брэдли в Кливленде, штат Теннесси, я могу ошибаться, на несколько тысяч, но в моем округе живет где-то 110 тысяч человек. И в округе у нас 380 церквей. Это библейский пояс восточного побережья. Если вы пойдете в магазины, то можете услышать там христианскую музыку. Люди, которые приезжают с Запада и Востока, удивляются этому. Они говорят, у нас такое просто невозможно представить. Мы видим начало культурного разделения. Есть люди, которые не верят в аборты. Есть люди, которые требуют права на аборт. Есть люди, которые верят в то, что брак может быть только между мужчиной и женщиной. И есть люди, которые верят в совсем другое. Мы можем рассматривать эти вопросы с точки зрения этики, морали и духовности. Но не вдаваясь в подробности в этой сфере, давайте поговорим о том, что привело к падению Западной Римской империи. Гиббон написал удивительную книгу про историю Римской империи. Я не буду приводить множество цитат из нее, но скажу вам на основании своих исследований, что за 40 лет служения мы можем представить себе то, что Америка падет так же, как Рим. И я приведу вам примеры. Во-первых, в Риме был Пакс Романо. Это римский мир. Они пытались поддерживать мир во всем мире, используя для этого свои военные силы. Это может звучать хорошо. Но бывали бунты. Люди сбрасывали одно правительство и назначали другое. Мы видим, как США поступает так в таких местах, как Ирак, Сирия, Афганистан, Босния и в других частях мира. Мы видим, что США становится создателем наций и миротворцем. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Однако, когда вы начинаете задействовать военных в таком масштабе, то вам нужно много денег с налогов. Не только для того, чтобы платить солдатам, но и платить за оборудование, которое вы развиваете. Я за военных. У нас есть четыре вида войск и береговая охрана. Я знаю солдат, бывших солдат и ветеранов, которые любят и поддерживают наше служение. Я дружу с бывшими и действующими морскими котиками. Многие из них поддерживают меня, и для меня это большая честь. Но я хочу сказать вам, что Римской империи приходилось поддерживать мир дорогой ценой. И мы знаем об этом. Это одна из параллелей. У Рима была величайшая армия в мире. Я считаю, что у США также величайшая армия в мире. Риму нужно было собирать много денег, чтобы военные сохраняли мир. Точно так же приходится поступать сегодня и нам. Но это не все. У Римской империи была такая вещь, которую мы сегодня назвали бы пособием. Все начиналось хорошо. Они хотели помочь и позаботиться о людях, которые не могли работать. Это была хорошая идея. Но вот что начало происходить. Люди поняли, что им не нужно работать для того, чтобы получать помощь. И тогда люди начали бросать свою работу, чтобы жить за счет правительства. Они называли это хлебом и зрелищами. То есть они обеспечивали их едой, хлебом и давали им деньги для их семей. Под конец существования Римской империи дошло до того, что люди поняли, что если не будут работать, то будут жить за счет правительства. И тогда правительство издало указ, что если у вас есть работа, вы не можете бросить ее, ведь им нужно было с кого-то собирать налоги. И это подводит нас к следующему пункту. В Римской империи были тысячи фермеров. С них начали брать чрезмерные налоги на землю. Вся эта инициатива шла из Рима. Сенат и правительство хотело, чтобы эти деньги шли на пособие. Или на те бесплатные вещи, что они раздавали людям. И вот что заметили сенаторы Римской империи. Если вы пообещаете людям что-то бесплатное, они будут и дальше избирать вас во власть. Я повторю это еще раз. И это правда. Большинство американцев понимают это. В Вашингтоне есть политики, которые выходят к своим избирателям и обещают им много чего бесплатного. Если проголосуете, то получите бесплатно то и это. Пожалуйста, послушайте меня. Не бывает ничего бесплатного. Кому-то придется заплатить за это. Это будут люди, которые работают на работе. Средний класс, они богатые. Это всегда ложится на средний класс, которого много. Они должны платить налоги, чтобы правительство работало. Послушайте меня внимательно. Я за то, чтобы помогать бедным. Мы занимаемся этим в нашем служении. Мы хотим помогать бедным, кормить голодных, одевать тех, кому нечего одеться. Иисус сказал нам, что мы должны поступать так. Но вот что происходит в Америке. Есть люди, которые научились доить систему. Это не означает, что они нуждаются в помощи или не могут работать. Они могут работать, но не хотят. Они научились делать определенные вещи, чтобы получать больше от правительства. Это хорошо для них, потому что они получают то, что хотят. Но вот что произошло. Римской империи пришлось столько раз поднимать налоги и в такой мере, что люди начали уезжать из Италии, переезжаться в другие страны, чтобы избежать этих ужасных налогов. Я заметил одну вещь и хочу поговорить о ней. Это девальвация римских монет. Когда римские солдаты захватывали какую-то местность, то часто захватывали золото, серебро и бронзу, которая была там. Они. Или захватывали местность, в которой было много шахт. И, кстати, они использовали эти шахты, чтобы добывать серебро, золото и бронзу. Но вот что начало происходить. Они начали чеканить римские монеты. Римские монеты были из бронзы. Однако в Римской республике императоры начали наносить свои изображения на монеты. Это похоже на изображения бывших президентов на наших монетах. На пенне у нас Авраам Линкольн, на пяти центах у нас Джефферсон, на десяти центах Рузвельт, на четвертаке Вашингтон. У меня есть коллекция серебряных монет Римской республики, которые назывались динариями. На каждой из них нанесено изображение императора. Когда Рим процветал, и у них было серебро и золото, они использовали качественное золото и серебро в своих монетах. Но со временем монеты начали меняться. Я заметил это и решил разобраться, в чем дело. Оказывается, что у некоторых из них была база, покрытая серебром. Вот что начало происходить. Под конец Римской империи, перед тем, как она пала, вместо того, чтобы использовать 99% серебра в монетах, они начали делать базу, которую потом покрывали серебром или просто уменьшали процент серебра. Дамы и господа, именно это и произошло с США в 64-м году. До этого момента все наши монеты, за исключением 1,5 центов, 10 и 25 центов состояли на 90% из серебра. А после 64-го года 50 центов Кеннеди содержали в себе лишь малую часть серебра. На то было несколько причин. Это было связано с экономикой. И вот что начало происходить в Риме. Люди начали оставлять себе монеты с высоким содержанием серебра, а налоги платили монетами, в которых было мало серебра. Это привело к проблемам в римском правительстве. Им пришлось изменить ценность своих денег. Я делюсь этим с вами, потому что именно это и происходит в США, начиная с 64-го года. Мы видим девальвацию римской валюты. Мы видим, что они собирали все больше и больше налогов. Мы видим, что военным Римской империи приходилось сохранять мир. А для того, чтобы платить солдатам, нужно было поднимать налоги. Мы говорим о большой армии. Также нужно было делать оружие. Для этого также были нужны налоги. И вот что случилось в итоге. Римляне, я имею в виду жителей Западной Римской империи, которая так похожа на США, дошли до того, что для того, чтобы завести ребенка, нужно было столько денег, чтобы кормить его, обучать, что римские сенаторы, чьи имена канули в лету, не могли позволить себе детей. Для них это было слишком дорого. Возможно, вы не понимаете этого. Но я хочу рассказать вам историю. Возможно, вы еще не слышали ее. Мой отец был родом из большой семьи. Его мать, Мэри Стоун, родила 13 детей. Двое из них умерло. 11 осталось в живых. Многие из них уже умерли. Большинство из них были христианами, и они отправились к Господу. В их числе и мой отец. Но если вы видели передачу Уолтоны, то понимаете, что именно такими были семьи в 20-х, 30-х, 40-х и даже позже годах. Семьи были очень большими. Обычно мать не работала, а отец работал и обеспечивал семью. Но цены начали расти. Инфляция начала расти. Налоги начали поднимать. В результате этого сейчас в США стало по два ребенка на семью. Я читал сегодня, и для вас это уже не будет новостью, что сегодня рождается недостаточно детей для того, чтобы заселить США. Я скажу вам, в чем кроется опасность. Если американцы перестанут заводить детей, другие народы будут рожать по 8 и 10 детей. Например, в исламе у меня много друзей-мусульман, у которых большие семьи. И пока у американцев всего по двое детей, два сына, две дочки или сын и дочь, на Ближнем Востоке есть семьи, у которых 10, 12, 15 детей. И вот что начинает происходить. Люди рожают детей, и их страны становятся больше. А Америка становится как Рим, потому что ее граждане перестанут заводить детей из-за цены на содержание ребенка. Я называю лишь некоторые вещи, которые привели к падению Римской империи. Послушайте, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Мы убрали молитвы из школы. Мы убрали чтение Библии из общеобразовательных школ. Мы убираем детей из утроп матерей. И мы изменили брачный завет. Он перестал быть тем, чем должен быть, согласно Слову Божьему. Беззаконные акты проходят на всех уровнях в Америке. Это законы, которые ограничивают библейское влияние. Это означает, что вы можете быть христианином, но только не на работе, не в публичном месте, и не в правительстве. Мы принимаем законы, которые атакуют библейское влияние. Мы принимаем законы, которые запрещают влияние со стороны христиан. На самом деле, есть места, в которых нельзя молиться на публике. Нельзя поставить шатер. Нельзя провести собрание на улице, потому что вы можете обидеть кого-то. И есть законы, которые наказывают за библейское влияние. Людям выписывают штрафы или их арестовывают за то, что они не соглашаются с представлением кого-то о том, что правильно, а что нет. Дамы и господа, в Америке гонят людей, которые не являются приезжими из других стран или представителями других религий. Знали ли вы, что один штат на западном побережье позволяет людям других вер, только не христианам? Приходите молиться в школах на коврах. Но если христиане решат провести молитвенное собрание, их остановят. В Америке представители других религий могут приносить свое священное писание, в кавычках, в класс, изучать его и читать его. Но если вы зайдете с Библией, то кто-то скажет что-то по этому поводу. И вас остановят, подадут на вас иск. Вы можете носить футболки с определенными надписями в публичных местах и школах. Вы даже можете популяризировать другие религии. Но если вы придете с крестом, это кого-то обидит. Если там будет написано «Иисус», это обидит кого-то. Если вы будете говорить о Господе Иисусе Христе, это обидит кого-то. Они даже говорят нашим проповедникам, что в молитве на публике нужно говорить «Бог», но не «Иисус». А знаете почему? Потому что вы обидите кого-то. Я скажу вам так. Когда Павел писал верующим римлянам, то сказал нечто важное в первой главе. Но осуятились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели. Сказано, что Бог предал их, римлян, жителей Римской империи, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Там стоит греческое слово, которое означает «бесполезным вещам». Они служили твари, а не Творцу. Павел говорит, что женщины заменили естественное употребление противоестественным. Иными словами, отношения мужчины и женщины изменились. Женщины начали спать женщинами, а мужчины с мужчинами. Разжигались похотью друг на друга. Павел сказал, что они получат возмездие в телах, зная, что делают противоестественное. Есть естественное влечение, а есть противоестественное. Все это было написано римлянам. Все потому, что таков был их образ жизни. И дошло до того, что римские императоры начали арестовывать христиан, сажать их в тюрьмы. Они даже обезглавили некоторых из них. Они насмехались над ними в аренах, скармливая их зверям. Я вернусь к изначальному вопросу. Что спасет Америку от того, чтобы однажды не стать такой? Колонны Верховного Суда в руинах. Капитолии Белый Дом в руинах. Я не говорю о ближайшем будущем. Я говорю о сотнях лет, если Господь придет позже. Хотя я считаю иначе. Будем ли мы когда-то посещать Вашингтон и говорить о том, что было здесь много лет назад? Единственные, кто может нас спасти, это не политики. Политики уничтожают нас. И так будет, пока не придет Господь. Поверьте мне, люди говорят, что объединят нас. Это невозможно. У нас разные системы убеждений, разные представления. И царство, разделившееся в себе, не устоит. Так сказал Иисус. Единственное, что может спасти нас, это завет с Господом Иисусом Христом, который меняет сердца людей. Он помогает любить людей другого цвета кожи и других религий. Он помогает людям говорить им, «Ты грешник?» Обратись к Господу, чтобы получить жизнь вечную. Надеюсь, что вы больше не будете молчать, и новое поколение встанет за истину. Не компрометируйте Библию, свою веру и то, во что вы верите. Иисус либо Господь над всем, либо не Господь вообще. Иисус либо Царь славы, либо не Царь вообще. Божье Слово и вера во Христа помогут остатку подняться и спасти страну через молитву. Спасибо, что были со мной в Израиле, в Кесарии. У меня есть новое предложение для вас. Надеюсь, мы побудили вас молиться и искать Бога в эти дни ради США. Оставайтесь с нами. Теперь вы можете получить доступ к новому ресурсу Пэристоуна — Пророческому саммиту 2020. Пророческий саммит 2020 был снят на студии «Голос Евангелизации». Вы услышите 8 актуальных пророческих посланий от Пэристоуна и Билла Клауда. Он доступен в наборе из 8 DVD или 8 аудиодисков. Этот сборник поможет вам и вашим близким разобраться с важными вопросами, актуальными в этот момент истории. Вот что вы получите, когда сделаете заказ. Какие события связаны с воскресением мертвых в последнее время? Пэристоун исследует этот феномен в теме «Раскрывая код Маранафа» — «Как победить силу царства тьмы и высвободить силу царства Божьего». Билл Клауд рассмотрит этот вопрос в учении «Тайна разрушителя» «Царства небес и царства тьмы». Описывает ли Библия продвинутые военные технологии, которые уже есть у некоторых стран? Вы узнаете об этом в учении Пэрри будущие атаки ЕМП и апокалиптические пророчества. Утратили ли христиане контакт с важным духовным наследием, которое проявлялось в жизни библейских патриархов? Билл Клауд призывает вас вернуться к этой исторической связи в учении «Фактор Иосифа». В учении «Грядущая война Гога и Магога» и файл «Иезекииля» Пэристоун расскажет, как символическое описание войны в книге «Иезекииля» может исполниться в последние дни. Билл Клауд исследует битву, которую упускают большинство учителей между Израилем и потомками другого древнего народа в учении «Война в Едоме». Раскрывая параллели между историей Еноха и описанием Второго пришествия Иисуса, Пэрри поделится своим учением «Шифр Еноха» — «Будущие космические знамения» — «Возвращение Христа». И напоследок, в послании «Тайна последних родовых сваток» Пэристоун расшифрует пророческие знамения, связанные с Израилем, природой, космосом, церковью и язычниками. Тысяча зрителей присоединились к Пэрри Стоуну и Биллу Клауду на этом мероприятии, и теперь вы тоже можете побывать на пророческом саммите. Закажите этот актуальный сборник пророческих учений на нашем сайте или позвоните по номеру, который видите на экране. Вы также можете связаться с нами, написав по адресу, который видите на экране. Попросите предложение 20PS1 за пожертвование в 60 долларов или DVD. Ваша поддержка позволяет нам проводить мероприятия и нести Слово Божие людям всего мира. Спасибо. Мы с нетерпением ждем ваших звонков. Спасибо, что были со мной на фестивале Манны. В первую очередь, я хочу сказать, как сильно я ценю то, что доктор Брайан Катшелл, канцлер МШС, Международная школа слова, нашей интернет-школы, помог мне с концовками во время моего отпуска. Я все еще отдыхаю и восстанавливаюсь, а также пытаюсь улучшить состояние здоровья. У меня проблемы с диабетом. Мой уровень сахара поднимался до 350 и 400. Все начинается с этого, а потом начинает расти давление. Мне нужно было выбраться из офиса и взяться за упражнением. В наш город приехал новый служитель из другого отделения нашего служения. Он называет меня дедом. Он говорит, «Ну что, дедуля, пройдемся? Покатаемся на велосипедах? Мы будем делать все, что можем. Вам стоит молиться за меня». Я всегда любил тот стих из Библии, в котором Павел говорит, «Телесные упражнения мало полезны». Я не знаю, почему он сказал это, но это мой любимый стих, «Но мне нужно меняться с Божьей помощью». И в сравнении с тем, что было, я ощущаю себя лучше. Я хочу поблагодарить вас за молитвы. А вот почему я обращаюсь к вам. Я хочу поблагодарить вас за поддержку и молитвы. Это означает для меня, что вы цените меня. А моя дорогая дочь Аманда приготовила новую одежду. Она любит молиться. У нее есть мудрость и Дух Миротворца. Я хочу поблагодарить ее. Я также хочу поблагодарить персонал голоса евангелизации. Спасибо вам. Вы очень ценно. Вы усердно трудитесь. Пусть Бог также благословит партнеров нашего служения. Партнеры, я верю, что у Господа есть откровение для этого последнего времени. Я не говорю о каком-то вне библейском откровении, потому что его нет. Я говорю об откровении от Духа Святого через Слово. Есть вещи, которые Дух Святой высвободит в этом мире. Я ощущаю нечто. Слава Богу. Слава. Он высвободит их в мире для тела. Это откроет глаза людей, потому что откровение разрушает оковы. Откровение разрушает бремена. Оно открывает то, что враг использует для атак. Я верю, что с помощью Божией мы получим великое откровение. Следите за нашей передачей. Заходите на сайт нашего служения. Если вы хотите купить что-то, то можете сделать это на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и в Фейсбуке. Мы хотим использовать соцсети, чтобы достигать людей. Помните о том, что мы молимся по четвергам вечером в шесть часов по восточному берегу. А вы можете присоединиться к нам. Мы будем молиться в согласии с вами. Вы можете выслать нам свои нужды. У нас есть команда, которая молится за вас. Для нас очень важно, что вы молитесь в согласии с нами. Это тяжкие времена, как говорит Библия. Но Бог не оставил свой народ. И нас, верующих, лучшее ждет впереди. Я дочитал книгу до самого конца, и мы победим. Пусть Бог благословит вас. До скорых встреч. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране. Или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы узнать больше, а также зарегистрироваться заранее.